несколько советов о том какие меры могут помочь вам сэкономить бензин значит начнем с самого простого самое простое это полная исправность двигателя это наверное основной если двигатель изношен будет повышенный расход бензина это знает все если какая-то из систем работает неправильно бензин будет расходоваться ну я думаю тут объяснять нечего что-то не работает надо ремонтировать не работать тут может дофига что что может влиять на расход это уже вопрос к сервисам или если вы ремонтируете сами то сами вникаете очень много например расходомер форсунки компьютер ну и был их точнее сказать короче на этом я подробно останавливаться не будем переходим к следующему резина значит если у вас такая ситуация как и меня резина более широкая то естественно будет больший расход по бензину конечно широкая резина дает лучшее сцепление с дорогой более лучше контакт но вы немножко растратитесь на бензин также по вопросам резины это значит летняя резина зимой и зимняя резина летом тоже повышают расход бензина довольно существенно также давление в шинах оно должно быть все время в норме не перекаченные и не недокаченные конечно немножко под сдутые колеса дадут улучшенное сцепление с дорогой но и повышенный износ резины слишком накаченные быстрее будут выводить подъезд если резина будет перекаченная спросите как узнать какое именно давление нужно показываю и вот видим здесь такую табличку я переверну чтобы вам было лучше видно показывается что здесь значит какая именно резина вплоть до размеров колес дальше показано примерно какая загрузка машины то есть сколько человек есть ли багаж и какое при этом надо давление в колесах тут даже вот как видите до трех бар есть если максимально загружены даже делится на мужской и женский пол ну все-таки разные по весу люди и это все влияет то есть при полной загрузки вон они два парня три девушки и плюс еще багаж 22 с половиной на передних и 3 на задних ну просто смотрите примерно и подводите давление это как правило делается если в дальнюю поездку следующий момент это любые приборы абсолютно все что угодно что вы включите будет влиять на расход бензина будь то магнитола печка кондиционер или вот такая вот китайская подушечка для обогрева задницы все это будет влиять на расход даже включенные фары это увеличивают расход не существенно но влияет если вам нужно куда-то доехать и сэкономить ну вот буквально каждую капельку бензина в обрез то включайте по минимуму конечно фары выключить нельзя как по правилам так и в целях собственной безопасности но например отказаться от магнитола кондиционера или печки вполне возможно или вот таких вот побрик ушк значит любой электрический прибор создает нагрузку на генератор генератор свою очередь создает нагрузку на двигатель а двигатель это проявляет через больший расход бензина чтобы преодолеть эту нагрузку поэтому если вам нужно сэкономить на топливе если вам нужно куда-то добраться на ограниченном количестве бензина то советую максимально выключать все приборы которые дополнительные есть кондиционеры печки всяческие обогревы музыку от света конечно отказаться не получится потому что по правилам надо ездить включенными фарами да и на безопасности тоже может сказаться габариты и фары должны быть включены все время при движении а на всех излишках можно сэкономить наиболее экономная езда при скорости 70-80 километров в час то есть от 70 до 80 километров ну будем брать больше диапазон от 60 до 80 потому что от 70 до 80 все время держать ну это слишком уж трудновато постоянно контролируя за скоростью от 60 до 80 самый экономный режим вождения желательно на максимально большой передача то есть слегка разогнались ставите сразу первую то есть побыстрее переключаться на последнюю передачу можно набрать скорость там не знаю 50 сразу на 5 и ехать если вам нужно сэкономить то максимально большую передачу сразу ставить никакого особого вреда для машины это не нанесет если машина более-менее тянет если уж не рывками дергается то вполне ехать можно без проблем смотрите также за оборотами чтобы было максимально меньшее количество оборотов чем больше оборотов тем больше естественно бензина вы будете потреблять следующий момент это окна и люки открытыми окнами или с открытым люком машина проявляет немного не такие аэродинамические свойства как закрытыми и соответственно сопротивление из-за вихрения воздуха создаются различные и повышается расход бензина не существенно но оно есть так что если нужно сэкономить закрывайте все окна следующий момент о котором надо заботиться заранее это минимальное количество груза в машине наверняка я не один такой из людей которые ездят вот так с целой кучей хлама всякие бочоночки а вдруг пригодятся когда-нибудь целая сумка с побрякушками где есть все необходимое для жизни куча инструментов которые мне пригождаются только когда я ремонтирую машину чаще всего рядом с домом в общем в дороге это все абсолютно не требует плюс ко всему примеру в моей ситуации вожу с собой запаску не своего размера даже не с тем диском которые просто для того чтобы здесь не проваливался пол внутри вместо того чтобы сделать какой-нибудь из фанеры подставку боя нибудь чтобы не проваливалась но вот такие мелочи если сейчас я все это вытащу и взвешу то я думаю как минимум вес взрослого человека наберется чего тут только нету всевозможные домкраты в количестве двух штук трубки и всякое прочее хлам всяческие так что все это выгружайте нафиг она вам никогда не пригодится особенно если ездите как и я на недалекие расстояния максимально уменьшайте вес в машине ну и поменьше людей возить по возможности если хотите сэкономить вес машины влияет наиболее сильно на расход еще один немаловажный момент старайтесь как можно меньше использовать резкое ускорение и торможение желательно ехать максимально плавно то есть чтобы машина максимально плавно разгонялась и максимально плавно тормозила то есть проще говоря как можно реже тормозите на машине если есть возможность просто тормозить передачи то так и делаете значит есть у многих людей мнение что на нейтральной передаче вы сэкономите бензин но это не так на нейтралке вы наоборот потратите больше чем если будете ехать на передаче просто грубо говоря на холостом ходу но на передаче естественно если вы хотите сэкономить на топливе или вам нужно доехать до заправки то об обгонах на дороге вам даже не стоит и мечтать лучше всего ехать за какой-то машиной чтобы проще говоря попасть в поток воздуха который за ней будет то есть чтобы вам было как можно меньше сопротивления воздуха вот а если вы будете обгонять то вы будете дополнительно тратить расходовать на резкое ускорение ну и потом вам ничего это не даст вы наоборот дополнительное сопротивление воздуха получит так как впереди никого не будет то есть ехать можно за машины за любой постоянно следите за подвеской в шатаная подвеска естественно будет давать не слабый расход по бензину постоянно проверять и проводить профилактику также немаловажный момент не давите на газ при поворотах когда поворачивает машина лучше держать либо также как вы до этого ехали то есть умеренно держать точно также но не разгонять машину на поворотах потому что максимальное сопротивление создается на колесах то есть вы просто впустую тратите бензин ну если уж совсем вам экономить надо и ну и как можно меньше поворачивать а если поворачивать это делаете поворот более плавным потому как при повороте машины как вы знаете очень сильно замедляется очень большое сопротивление колес ну и последний совет последний по очереди но не последний по значимости это соправляйтесь все время на проверенных заправках на тех на которых у вас не было никаких проблем после заправки те которые вам рекомендуют другие водители потому что качество бензина очень сильно влияет на расход но это понятное дело это я никому ничего нового не объясняю у некоторых людей есть приборы для измерения октанового числа смотрите в инструкции какой бензин вам нужно заправлять в ваш автомобиль и именно его и заправлять потому что вся система мотор все настроены именно на данный вид бензина на данную марку если заправлять что-то другое соответственно вы будете повышать расход либо снизить мощь там если к примеру более низко октановый да и даже если бензин допустим у вас 92 рекомендован заводом заревать 95 нет никакого смысла вы приведете в износ двигатель потом просто потратитесь на на ремонтах так что смотрите в инструкции или эти то что вам рекомендовано заводом